На острове Сардини в Италии прошел чемпионат мира по Taekwondo ITF с 25 по 27 октября. И наши спортсмены принимали в нем участие. Кутубек Мияров и Беастан Баргабаев выступали под руководством Виталия Олениченко. Итог три золотых медали, две серебряных медали и две бронзовые награды. Очень успешное выступление и сейчас с героями этой самой победы мы и поговорим. У нас здесь в студии Виталий Олениченко, первый вице-президент федерации Taekwondo ITF Кыргызской республики. И чемпионы мира Мияров Кутубек и Баргабаев Беастан. Я к вам иду и буду рад вас поприветствовать. Давайте всем руку пожму, потому что я прикасаюсь сейчас к чемпионам мира. Очень приятно вас здесь видеть. Рассказывайте остров Сардиния. Во-первых, как там? Классно, очень. Ну, как-то без эмоционально. Сардиния, как-никак. Дай мне слово нашему ветеринату. Побывали на острове Сардиния. Великолепный остров, великолепная страна. Всем все понравилось. Очень хороший прошел турнир чемпионат мира. Там у нас чемпионат проходил в городе Марако-Лагонис. В результате наши спортсмены, Кутубек Мияров и Баистан Баргабаев взяли по две золотые медали. Одну в личном зачете, по одной в личном зачете и по одной в командном зачете. Давайте мы, наверное, продемонстрируем потихоньку медали. Да, вот медали здесь видно. Наша поездка, в принципе, состоялась благодаря помощи и поддержке госагентства по спорту. В частности, дирекции по неолимпийским видам спорта. За что мы им очень благодарны, что это состоялось. И наша команда действительно не подвела. Заняли достойные награды. Достойные медали. Выступление действительно очень успешное. Хочется спросить, как вообще спортсмены готовятся к такого рода турнирам? Потому что это чемпионат мира, очень сильные соперники, высокая конкуренция. Во-первых, с какими ожиданиями вы ехали, ребята? И как готовились? Насколько долго? Ну, я, наверное, начну. Ну, готовились. Должны проходить сборы обязательно. Команда должна собираться. Сборы должны проходить. Где-то мы уже за год уже знали, что будет проходить чемпионат мира. И когда осталось где-то полгода, уже начали усиленно готовиться. Конкуренция там реально хорошая. Высокого класса уровня все спортсмены. То есть мы готовились. Мы ожидания у меня были. Потому что я уже участвовал в двух чемпионатах мира. Я являюсь трехкратным чемпионом мира. То есть я уже знал, да? Опытный достаточно. Да, опыт есть все-таки. Я знал, какие спортсмены будут, какого класса. И поэтому с надеждой, что выигрываю в третий раз и ехал. Ну, надеюсь, не подвел. Кыргызстан прославили. Вот Байстан. Ну, это мягко говоря не подвели. Мягко говоря, да. Вот с Байстан поехали. Хотелось бы больше, чтобы спортсменов ездили на чемпионаты мира Азии. Ну, так получилось. В следующий раз думаем. В следующем году больше спортсменов поедут. Еще хотел сказать, готовимся к чемпионату Азии в Японии. Будет скоро. У нас в марте чемпионат Азии заполнен в Японии и город Нагое. Вот сейчас будем усиленно подготовиваться. Да, уже нас официально пригласили. То есть японская команда уже официально у нас приглашение. Будем надеяться на достойный результат, на большое количество медалей, как и в случае с чемпионатом мира. Что касается вас? Рассказывайте о своих ожиданиях этого турнира. Так, насчет ожиданий. Это были мои первые поездки на чемпионат мира. Я к ним очень долго готовился. Можно сказать, всю жизнь к этому стремился. Мечта каждого спортсмена – это побывать либо на чемпионатах мира, либо поучаствовать на олимпиадах. И, как бы сказать, у меня была мечта попасть, поучаствовать. Ну, такого результата я, конечно, хотел, очень надеялся. И благо у меня все получилось. Была очень хорошая поддержка со стороны, получается, дирекции. И, получается, там наши тоже соотечественники нас встретили. Очень хорошая поддержка. Там все и с тюрьмой кричали, там, «Хыргызстан, Хыргызстан, алга, алга!» И после таких слов прям огонь загорался в нас. И стремились к большему. И достигли больших результатов. И, конечно же, очень понравилось. Тем более остров в первый раз в Италии, сразу там на курортную зону поехать – это вообще удовольствие, если так сказать. Ну, это правда. Сразу отправиться на один из самых популярных курортов, один из самых красивых – это действительно дорогого стоит. Ну, и приехать, вернуться обратно с очень достойными результатами. Вот по поводу болельщиков. Как раз хочется спросить, насколько действительно важна эта поддержка, насколько она окрыляет и мотивирует? Очень важна. Всегда в любом спорте важна поддержка. Тем более нас там встретили, оказывается, в наших соотечественниках очень много. Именно вот в Сардинии там работают. Вот мы когда туда летели, то есть они уже знали, что вот мы приедем, и они уже нас встретили. Отдельное спасибо Ельмире Нугоевой, то есть она является президентом ассоциации Биргиза в Сардинии, то есть диаспоры. То есть они нас встретили, там диаспора очень большая, то есть много людей, наших соотечественников. Они нас, даже кто работал, даже после работы отпрашивались нас поддержать. Спасибо им огромное за это. Наших соотечественников-то много. Действительно было приятно, что в чужой стране, где-то там в Италии, встречают наши соотечественники, наш флаг на трибунах, развивается поддержка. Это очень сильная поддержка для спортсменов. Ну и хочется вновь вернуться к сборам. Наверняка были прописаны какие-то определенные тренировки каждый день, я не знаю, или через день. Давайте тезисно расскажем, из чего состоит подготовка. Вот возьмем один конкретный день и расскажем, из чего подготовка состоит. То есть когда уже остается месяц до соревнований, то есть это каждодневные тренировки. Утром, то есть кроссы, пробежка обязательно должна быть утром командная. Вечером уже тоже вечерняя, в день по две тренировки иногда. То есть выносливость прям очень важна. Да, выносливость, функциональная выносливость. То есть вечером тренировка, то есть это работа в парах, в лапах, то есть и остальные уже спарринги. То есть обязательно должно быть, когда месяц остается, усиленно должны готовиться к чемпионату. Когда вы выходите на такого рода большой турнир, как чемпионат мира, наверняка есть определенное волнение. Вы выходите, я не знаю, коленки трясутся и так далее. Как с этим волнением вы справляетесь? Конечно, это во всех соревнованиях. Даже если не на чемпионат мира, на чемпионат от Курестана то же самое. Там волнение, иногда реально коленки дрожат. Но все это идет до первого удара. Как вышел, все забылось. Да, а адреналин, когда вот первый удар попадает, адреналин поднимается и все, на этом забываешься. Более спокойно, более уверенно и начинаешь все хладнокровно думать. И уже там на месте уже принимать решение важное. И все до первого касания ведет. Либо ты его, либо он тебя, как говорится. Один удар, и кто первый ударил, все. Я считаю, что это трампы и ошни. Очень любопытно получается. Виталий, хочется у вас спросить, как вообще, насколько сильно сейчас Taekwondo ICF развита в нашей стране? Какие, может быть, есть перспективы и так далее? Taekwondo у нас в стране, в Кыргызстане развивается с 90-го года у нас. Дата создания федерации. Ее создавал Канн Афанасий Андреевич, это наш основатель, легенда, можно сказать. И действительно, во всех областях развита очень популярно. Недавно вот прошел в городе Ош чемпионат города Ошевской области. Проводили там, у нас развивает активно Taekwondo Ибрагим Насыров. Также проводятся соревнования на Иссы-Куле, в других областях регионов. У нас, мы завели как бы внегласное правило. Год проводим чемпионат республики здесь, в Бишкеке. На следующий год отправляемся на чемпионат республики в город Ош. Потому что, чтобы там больше спортсменов могло поучаствовать и поддержать. Потому что не каждый может приехать в Бишкек. Поэтому у нас достаточно развита федерация. И дальше работаем над этим. Пытаемся. Сейчас вот в этом, на следующий год у нас большие планы. Вот чемпионат Азии намечается. Потом чемпионат мира по боевым искусствам будет в Австрии осенью. Тоже туда постараемся выехать по возможности. Так что планы большие. И надеемся, оправдаем наши ожидания, ожидания наших болельщиков. Мы тоже будем надеяться. Спасибо вам большое за интересную и содержательную беседу. Мы желаем вам удачи в дальнейших турнирах. Больших ярких побед. Ну и вообще всей стране тоже пожелаем.